В больших везёмах любовь к музыке чуть не стоила девушке жизни. Молодая особа, пренебрегая техникой безопасности и инстинктом самосохранения, в наушниках переходила через железнодорожный переезд. Трагедии было бы не избежать, если бы не дежуривший в тот день машинист тепловоза Михаил Ярыховец. Он схватил и буквально в последнюю секунду оттолкнул меломанку от мчащегося состава. Идёт тепловоз с вагонами. Шесть или семь вагонов было. Пошёл посмотреть пешеходный переход. Из-за домика выхожу. Здесь эта девушка идёт в наушниках. Смотрю, она просто... Даже по старому не смотрит. Она меня даже не видела. Тепловоз гудел. И ногу уже поставила на рельсу. Всё произошло мгновенно. Подумать, взвесить решение или испугаться Михаил просто не успел. Инстинктивно сделал то, что должен был. Но реакция девушки на спасение его немало удивила. Тепловоз прошёл с вагонами. Она наушники вставила. Она на меня посмотрела. Спасибо. Пошла дальше. Я просто в шоке был. Михаил Ярыховец на интервью согласился неохотно. Он человек скромный, героем себя не считает и уверен, что на его месте так поступить должен был каждый. Машинист живёт с семьёй в Больших Везёмах уже 20 лет. В посёлке его все знают и любят. Он всегда принимает участие во всех субботниках, которые здесь у нас проводились. Он также участвовал в посадке деревьев во дворе нашего дома 22, корпус 2. Вот его все очень по-доброму, так ласко называют, просто дядя Миша. Он действительно очень потрясающий человек с большим добрым сердцем. Ему просто нет равных. Достать котёнка из шахты, заменить лампочки в учреждении – Михаил откликается на любую просьбу и всегда готов прийти на помощь. Но подобный экстремальный случай на работе у него произошёл впервые. Пути, на которых трудится машинист, не общего пользования. Поезда здесь проезжают редко, поэтому многие пешеходы ошибочно считают, что по сторонам можно не смотреть. Однако железнодорожная инфраструктура является объектом повышенной опасности, на котором в любой момент невнимательность может стоить жизни. Полина Толмачёва, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.